здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня говорим о прекрасном тем более у нас в гостях скульптор заслуженный художник российской федерации академик российской академии художеств александр рожников годы вот эти особенно пандемии при всем при том что они сложные но они как-то довольно быстро летят может быть это связано с тем что все внутренне до психологически ждут вот этот год пройдет а следующий то будет получше потому что куда уж хуже да вот у меня такой вопрос на художников как-то подействовала пандемия я имею ввиду с двух сторон понятно с бытовой да но из профессиональной может быть это толчок для каких-то новых видений творческих знаете вот ну если мы эту тему затронули я в апреле переболел лежал в медицинском центре и я совершенно наглядно увидел врачей героев вот чтобы там ни говорили во всяком случае для меня это было ну в какой-то мере открытия то есть во первых ребята все очень вежливые очень внимательные то есть центр в москве правда как бы и и и питание и таскать уход очень меня за за 10 дней полностью вылечили все анализы были совершенно замечательные и как будут я так понимаю что у вас наверняка теперь образ врача то как-то должен появиться свежий взгляд скоро я я как бы смотрю совершенно вот ну глазами человек который побывал вот как-то сейчас модно говорить в красной зоне вот и был даже такой очень интересный казус там меня лечила дочь одного из наших уважаемых любричан вот видите как то есть вот на настолько она посмотрел медицинскую карту говорит а вот уже с вами у вас дочь есть есть у она с моим братом училась вот любила я вот дочь вот вот видите все клюберцам приходит и я я настолько таскать был удивлен вроде центров перо в москве а вот с творческой точки зрения творческой точки зрения ну что касается скульптуры художника мы в принципе всегда на самоизоляции то есть когда ты работаешь над эскизом ты либо в интернете либо в музее либо где-то то есть собираешь материал ты один когда-то в мастерской тем более вот произведение вот ты то есть вот этот момент самоизоляцию на меня никак не повлиял потому что ну мое нормальное состояние я имею ввиду может какие-то новые темы потому что все-таки вот такой вот пандемии со времен но всем известных страшных названий как давно не было то есть есть какие-то может быть задумки каких-то работ которые как ну либо про врачей либо про вообще какое-то вот несчастье общее либо наоборот на выход из этого нас в любви цах вот дай бог здоровья нашему главе владимир чаружинскому просто оперативно в двадцатом году был сделан к видный центр на базе красковской больницы то есть вот я считаю что это подвиг и там перед центральным входом достаточно хорошая площадь я вот он поставил памятник врачам героям именно позитивный памятник и просто там какой-то умирающий еще что-то мне уже есть нами наметки а вот я то есть когда мы веду композиция она на мой взгляд она должна радовать прежде всего медицинских работников именно радовать это не памяти как таковой там в память о ком-то это должна быть скульптурной композиции посвященная людям спасающих жизни вот его хорошо сейчас сказали и когда медсестры врачи будут проходить на рабочие места мимо чтобы у них возникало чувство гордость а и вот вы сами сказали я сейчас зацеплюсь за эти слова вот слово памятник да все-таки у нас идет от слова память да а слова скульптура и кладу раскульптурную я просто сейчас поясню вот есть памятник который да ну устанавливается например на кладбище памятник который устанавливается на каких-то мемориальных до мероприятиях я имею ввиду площади которые но каким-то образом какие-то конкретные события трагические как правило до фиксируются но а вы говорите о каком-то о какой-то скульптуре который будет создавать настроение то есть это не совсем памятник а что это тогда это совсем не памятник чем разница объясню ну само слово памятник она понятно что в память чего-то то есть в память человека допустим менделеева нет а ему поставлен в память памятник в памяти о том что он как бы создал таблицу медилеева еще всяких интересных моментов памятник допустим посвященный нот мы буквально воскресенье открыли в городе людиного калужской области памятник подпольщиком молодые ребята там почти год крушили фашистов в тылу врага но там пятерых выдали и долго пытали они никого не выдали приняли мученическую смерть и что для меня особенно приятно наш фактически земляк николай расторгуев его фонд профинансировал этот памятник и подарили городу вот это вот в память о конкретных людях которые погибли либо бывают памятные знаки допустим вот мы в семнадцатом году в 2020 году поставили в клину памятный знак честь 700-летия города клина и на этом памятном знаке изображены знаковые лица которые ну начиная там от петра первого заканчивая там чайковским то есть как быть чем которые мы не приняли активное участие в формировании города там с политической с культурной стороны вот это что касается в память либо о человеке либо о событии а есть такая очень для меня близкая и дорогая тема это городская скульптура у нас в любви цах композиции ребят с нашего двора там николай разноторгуев с гитарой мы долго добивались но все-таки он разрешил использовать свой образ и портретное сходство она призвана создавать на стороне она создает я вот я лично реально иногда вот хочется самому настроение поднять туда прихожу из-за угла смотрю как проходящие люди мимо таскать реагируют ну это это вообще вот уникальное явление идут люди там свои какие-то заботы свои какие-то мысли дур так бог и сразу за телефон щелкнулся я вижу чат чат совершенно другой пошел поменялось настроение то есть это знать как в анекдоте а жизнь-то налаживается ну да но тут возникает сразу вопрос у многих и не только скажем деятелей культуры и критиков и просто людей которые ну скажем так не обделены каким-то художественным вкусом у них возникает вопрос особенно побывав в разных городах где действительно очень популярна сейчас вот это вот городская скульптура причем самое разное где-то кошечка где-то собачка екатеринбурге майкл джексон стоит да и всевозможные и очень много всяких работ которые выполнены где ну скажем качественно более-менее так сказать но если сказочный герой ну почти вот как там из мультфильма да еще про авторские права не говорю вот но есть четкое ощущение что в некоторых городах все-таки это некая алиповатость вот как вы к этому относитесь и кто принимает эти решения потому что зовут таким обилием некоторых на мой взгляд не очень художественно ценных работ прячется вообще-то настоящее искусство я вас с вами полностью согласен в том плане что много и алиповатости и просто без вкусицы и просто безобразие вот в новом воронеже поставили вот недавно был скандал алёнушку да 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 но это не алёнушка это монстр какой-то ну благо так сказать здравый смысл восторжествовал появилась в другом месте другая алёнушка тоже здесь не самое лучшее то есть вот так вот там где депутаты так сказать обратились к моему приятелю к скульптору он сделал алёнушку в классическом стиле он нам стиле вот сказочные героини чем это вкусно реалистично вылеплена понятно что она такого хайпа городу не сделает да но во всяком случае она будет воспитывать подрастающих поколений в духе любви к нашим русским народным сказкам о вкусах то не спорили это важно о вкусах нужно спорить потому что как тогда вот а я ленушки одни говорят я я сейчас выступаю нейтральным да одна алёнушка сказочная традиционная которые все привыкли другая ленушка другая вот как и наверняка и у той ленушки тоже найдутся говорят а вот она прикольная причем это не обязательно связано с возрастом кто принимает решение какую алёнушку поставить решение должны принимать местные власти этого их святая обязанность но если брать наш город люберцы то так сказать письмо пишется на главу глава рассматривать на совете депутатов надо это не надо если надо почему если не надо тут уже правда оно должно быть конечно то есть за зачем в городе люберцы не за этом ставить майкл джексон ну да дань моде у нас еще николай михалыч шмаков чемпиона мира по классической борьбе нет памятника он один составатель школы спартак вот нашего то есть есть как бы для этого города знаковые лица которым которых нужно увековечить что касается о вкусах не спорят вот вы знаете что на болотную площадь на болотную набережда при привезли работе я не буду в эфире это слово называть но она называется глина номер 4 так мы не звонили из радио комсомольская правда для то чтобы прокомментировал я девочки сказал открытым текстом а я не буду комментировать вот это и вот вы сами немножко сейчас включитесь в городе где стоит произведение великой веры мухиной рабочей колхозницы так в стране где стоит великое произведение в учете чьи родина мать привести вот это и еще это обсуждать у меня дети в детской студии вот эти штучки делают там глина номер один глину номер два они каждый день я их учу как колбаски как как пролепливать товарищ решил хайпануться нашел миллиардера который все это дело финансирует и катают по миру но кто-то поставил это я к тому что народ который принимает это а на что он должен был сделать она наша наш народ это не принял кто принимает это еще там обсуждает но лечиться надо тогда люди ну понятно хотя опять же если отбросить и постараться быть нейтральным даже в этом вопросе да все таки я например не скульптор да и если постараться разобраться как-то нейтрально с этой стороны то наверное как минимум надо вокруг этой как говорите глина номер четыре обойти на мой взгляд это провокация да а вот как с каким знаком мне кажется что это покажет время но во второй части мы обязательно поговорим о ваших работах расскажите о том что планируется много тут до программы кое-что обсудили но в завершении вот этого вот некоего разговора зрителя с автором у меня такой вопрос вы когда свои работы делаете какая для вас стоит цель ну первое освоить финансы это все-таки заработок мы ее опускаем второй вопрос вы думаете о том как это будет в одну как будет воспринимать зритель вашу работу и что вы вкладываете что для вас важно форма какое-то внутреннее содержание я не знаю цвет тех материалов которые там используются вот что я какая обратная связь должна что касается финансов вы опустили но я чуть уточню финансы появляются после того как создан эскизный проект потому что когда нечего обсчитывать и не нечего считать грубо говоря так поэтому во всяком случае в моем творчестве финансовая составляющая появляется как минимум вторым этапом первый этап это когда тебе ставят задачу и ты вот я хочу сделать так чтобы не было вообще ничего подобного если это в какой-то традиции вот какой-то это религиозный памятник значит все равно найти какое-то оригинальное решение этой темы свое когда и вот знаете для нас для художников самое ценное когда зритель говорит как это сделал ты это сто лет уже стоит а вот тогда у меня был такой случай и не раз ну в частности вот город колонна там на соборной площадке памятник кириллу мефодиев да видел это моя работа которую поставили в 2007 году и несколько раз я там как бы сталкивался с людьми там с экскурсоводами они меня в лицо знают а год нам повезло сейчас автор у нас тут на на площади люди говорят как вот то есть это значит что она настолько гармонично вписалась в среду что памятник воспринимается тут как бы вечно вот это очень ценно потому что когда-то гонишься за не знаю неким кичи мариагинально опять же хайпом да да сейчас вот вот такую хайповую вещь может поставить где угодно не обращая внимание не на ландшафт не на архитектуру а вот ну вот а вот я в угоду а я вот так вот вижу а ну плохо что ты плохо видишь хорошо купить хорошо как видите вы мы узнаете после небольшой паузы эта программа открытый диалог дождитесь напомню что эта программа открытый диалог у нас сегодня в гостях скульптор заслуженный художник российской федерации академик российской академии художеств александр рожников понятно что бывают работы которые заказывают опять же понятно бывают работы которые нужно вписать в какой-то интерьер вложить в них тот смысл который ну требуется как да у заказчика ну а с точки зрения то что вам хочется сделать самому как вот приходит у вас вот я хочу вылепить слепить знаю как от профессионально будет сказано это вот мне видим вот у меня я без этого сейчас жить не могу у меня как-то вдруг образ появился я успел зафиксировать называется первый поцелуй ага некий такой шлейф который создает силуэт сердца на одной половинке сидит мальчик на другой девочка и они тянутся вот буквально осталось два сантиметра до этого первого поцелуй все очень наглядно и в то же время целомудренно это можно поставить в любом парке вот надеюсь в подмосковье это украсит ну давайте можно даже люберцы да вот кстати о люберцах вы мне а тут и поделились тайной секретом что какой-то у вас проект замечается что это за проект я сейчас ну я благодарен люберчанам что меня поддержали на таскать быть членом общественной палаты нашего городского округа я там председателя комиссии по культуре у нас в двадцать третьем году люберцы будут праздновать 400 летие так и к этому юбилею знаковому нужно готовиться уже сейчас в силу того что в судьбе нашего города как бы в те далекие годы поселения принимал в судьбе становления принимали участие многие знаковые лица я хочу предложить руководству города многофигурную композицию который отражал бы эти знаковые лица то есть 400 лет и нужно отметить неким памятным знаком монументальным и возможно он будет наверное главным через какое-то время ну а в любом случае он будет может быть из как бы такого плана общего общего значения да потому что у нас главный памятник это вечный огонь это да и у нас как бы есть прецеденты в других городах россии подмосковье где такие памятные знаки вот в связи там трехсот летим четырехсилот клинт 700 лет установлены и это не знаю это вселяет гордость в жителей этого места что вот у нас история то какая колоссальная может кто захочет изучить на какие-то и какие-то великие люди вот у нас допустим черемухин бюст мы поставили в одиннадцатом году ну чак 1 в стране поднял вертолет и и это 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 наша или вот памяти гагарину есть у нас первый космонавт земли учился здесь это вот настолько почем его три года мы в корневом поставили композицию посвященную фильму начало сын михаила чуриковой таскать там она является основой композиции но там я изобразил молодой как бы в тот момент когда он сыграл роль фильме начала и за этот фильм они с глебом панфиловым получили он серебряного льва как режиссера на золотого за главную роль она у нас практически в три года и и привезли в коренево и она там до 11 лет жила она на на этой земле ходила она там бабочек ловила она когда приехал на открытие этой композиции потом из толпы бабушки кричали и на и на ты меня помнишь мы тут он с тобой вот то есть люди которые живут на этом месте понимают что здесь благодатная почва отсюда вырастает народные артисты ссср ну вот я там живу академики российской академии художеств почва благодатно хорошо а вы сейчас выйдете с этим предложением или она уже обсуждается и если у вас какие то же задумки я хочу это предложение оформить письменно но официально до официально пока время есть и чтобы совет депутатов рассмотрел может быть проведем какой-то конкурс может быть сколько вам нужно будет по времени изготавливать но от от разработки проекта до я думаю вот вполне достаточно потому что мы с краеведом уже работаем у меня уже там наметились персонали кого бы только примерно персонале на данный момент 99 фигур но может быть совет депутатов кого-то добавит либо кого-то это кстати интересно до обсудить еще список так сказать претендент знаете у нас совет депутатов все очень уважаемые грамотные люди причем я знаю что у всех есть художественная жилка да у нас глава замечательная он у нее просто безупречный вкус он очень любит искусство и сам любит принимать участие формирование некого образа пошло даже вот эта композиция танцующий на шаре под зонтиком давайте мы ее покажем сейчас красиво я думаю чтобы сразу я я когда принес далеко здесь от того места где у нас студия вот эта композиция танцующий на шаре мы как я когда принес эскиз на рассмотрение угоду нет вопросов будем ставить то есть вот мне с ним легко очень работается поэтому поэтому я надеюсь что эту идею поддержат именно монументальным искусством увековечить 400 лет и потому что 450 лет это уже нас не у меня во всяк случае не буду надо успеть надо 400 лет года поэтому если мы сообща вот власть и искусство что-то создадим достойное мы будем знать что мы оставили после себя не только хорошие дела но и достойные произведения ну вот кстати после себя об этом еще рано говорит но тем не менее на сегодняшний день что уже есть за вами за вашими плечами скульптора в каких городах где стоят ваши работы ну на сегодняшний день уже более 70 произведений причем я очень горд что около 50 на территории московской области у нас в славном городе вернее в городском округе люберцы 12 моих произведений должна а начиналась а начиналась с мемориальной доски в восемьдесят седьмом году на школе 55 в красков где я учился портретная доска директор этой школы и я до сих пор помню этот трепет когда доску открывали потому что ну помимо детей родителей стояли учителя которые учили меня и вдруг вот я честно говоря было не очень то сказать них не очень хорошо учился я был трошником хулиганом вот и тут вот учился скульптинг вот вот такая честь то есть ну слава богу все они не ожидали на на некоторые да что вот из как вы говорите хулиганов николасеевич горохов как раз директор школы он когда меня в очередной раз приводили к нему это было наказание такой там те в коридоре поймают их директор а вот я когда выпускался он не подписывал характеристику он мне говорит саша ты очень хорошо рисуешь я все-таки желаю тебе стать художником потому что ну конечно это дар это нужно вот развивать я я этому как бы тогда не особо пилому хотел как диплом этот аттестат получился бежать бежать даже надо вот а потом через много лет когда уже поступил в строганов и когда так сказать меня попросили сделать доску чем я настоял чтобы она была портрет на это был еще советский союз и тогда нужно было собирать подписи чтобы разрешили не герою социалистического труда да 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 и ввесе доску мы собрали с половиной тысячи подписей все как полу резкий исполком все это дело принесли получили разрешение и все все случилось вот это было как бы первая работа от 1 12 до сейчас 12 а помимо городского круга люберцы где еще вашу работу можно обнаружить но мы выяснили в колонне собрать вот крупные города московской области колонна подольск видно и солнечногорский район значит клина опять же ну клина саму собой там четыре уже работа да мы уже обсуждали памяти к кутузова стоит в москве дядя степа памятник авиаконструктору милю в новомоскве кутузов стоит вот такой вопрос как вас в рязани вот в девятнадцатом году поставили памятник росгвардейцам погибшим при исполнении служебного долга и вот сейчас калужская область город людиного как вас находят или здесь связано с тем что вы все-таки представляете целую академию российских заказа бывает по-разному во первых я как сказать вот вторая моя профессия это чиновник я где-то сначала середины 90-х я работал заместитель главного архитекта района был помощником головы люберецкого района был пресс-сектор министр культуры московской области а затем стал начальником управления профессионального искусства художественного образования московской области на тот момент это десятые годы только одних школ искусств музыкальной школы художника школ было 322 московской области и мое управление это курировала вот у меня был опыт работы помощником депутата госдумы в 90-е годы я работал на охотном ряду два года с депутатом госдумы то есть я нахожусь постоянно в общественно-политической обойме а это постоянное общение причем с людьми которые всегда приятно удивляются что перед ними стоит скульптор реально теперь реально теперь уже и статусный скульптор у которого которого еще показать ну и вот да и время к сожалению бежит во первых мы желаем вам все таки чтобы проекты посвященные 400-летию городского округа люберца состоялся это действительно очень интересно его огромное я надеюсь и как только все начнет уже работать приходите показывайте нам образцы мы посмотрим интересно может быть какой-то конкурс и я надеюсь на учебе будем обсуждать подано да мое видение это одно дело есть как вот я всегда люблю работать с людьми которые доброжелательно относятся не просто вот давайте не они тебя зачем давайте мы лучше деньги раздадим вот нищим ну малоимущим нужно помогать это вот сто процентов но чем больше мы будем создавать произведений которые будут радовать глаз которые будут обозначать какие-то веки нашей истории тем меньше будет нищих я просто уверен ну и финале все-таки новогодняя тема не зря у нас такое настроение и собственно говоря у скульптора при всем при том что разные бывают работы опять же бывают трагические бывают ну скажем легкие такие человеческие до жизнеутверждающие а тем не менее есть представление есть образ вот если бы вам сделали заказ сделать скульптуру которая должна обозначать новый год вот что это было бы за скульптура или кто это был бы как как бы это было елка дед мороз снегурочка где я бы я бы не пошел по пути вот прямого дабу буквальном да я бы изобразил юного лыжника то что новый год это вот это нечто такое который промчится вот просто вот она красивая яркая это вот символ никого здоровья так быстро проходит да и так бах и уже даже номер можно менять и уже нужен и уже новый новый год чтобы вы пожелали всем жителям городского круга люберцы новом 2022 году замечательный вот слуху замечательное место где можно пожелать искать я желаю в первую очередь всем нашим люберчанам это крепкого здоровья не нужно бояться всяких страшилок мы все разумные люди у нас сейчас помимо телевизора есть еще интернет если какая-то пугающая информация появляется но перепроверьте в десять раз берегите собственное здоровье сами закаляйтесь не употребляйте чрезмерно спиртные напитки и тем более не курите вот во первых вы будете примером для своих детей и внуков во-вторых вы просто проживете долго и счастлива чтобы не происходило в этом мире нам ситуация будет всегда подбрасывать какие-то вызовы которые через год-полтора оказываются просто ну не буду говорить это грубое слово понятно то есть я заберу образ жизни идти вперед чего и желаю нашим зрителям спасибо огромное скульптор заслуженный художник российской федерации академик российской академии художеств александр рожников уже не раз был в нашей студии ждем его с новыми проектами это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а вы и Редактор субтитров А.Семкин